Всем привет! На связи Моника. Сегодня у нас с вами будет по большей части формат первых впечатлений, но и продукты я уже успела на себя веролобно намазать в одиночестве. Это произошло уже давно, больше недели назад. И честно, я тогда даже не обратила внимания на то, как они себя ведут на моей коже, поэтому я тоже включила их в сегодняшнюю подборку. И надеюсь, что вы не против. Если говорить об этих трех товарищах, то это основа под макияж от бренда Luxe Visage, тональная основа с матирующим эффектом от них же. И тоже от Luxe Visage, сыворотка для ясницы бровей и также объемная основа под тушь, то есть тут два в одном. Все эти штуки, как я уже сказала, их объединяет то, что я их уже открыла. Это раз. И второе, все они новинки. Не считая белорусских средств, здесь будет еще кое-что интересное. Будут запеченные румяшки от польского бренда HIN. Будет тушь тоже относительно новая от бренда Vivienne Sabo под названием Femme Fatale. И от бренда Vivienne Sabo также будет новинка маркер для бровей. И что-то еще. Ах, да, еще помада от бренда Flormar. Турецкий бренд Flormar. Это уже не суперновинка, но мне очень заинтересовали эти их помадки. Я хотела сказать, что это все, но нет. Еще палетка. Ко мне приехала вчера палетка от бренда Beauty Glaze Touching Up. Я ее сегодня буквально открыла и вас посвочила. И еще у меня есть в кейсе, пам, это кисти от бренда Chikhoda. Да, вот эта коробочка. Chikhoda это аналог японского бренда Hakuhoda. Ну, как аналог. Это, скажем так, вдохновленный им китайский бренд. У которого, кстати, не такой уж и маленький ценник, я вам скажу. Поэтому мне захотелось попробовать кисти Hotis Alina классом повыше. Я заказала вот этот вот наборчик, которым сегодня тоже буду в первый раз с вами краситься. Приятного вам просмотра. Давайте начнем с того, что нанесем на лицо базу под макияж от Luxe Visage. Она называется Pore Fila. И это основа под макияж выравнивающая. Разглаживает ильев кожи, заполняет поры и морщины, эффект мягкого фокуса. Я часто говорю на канале, что у меня нет проблемы с большими порами. То есть они у меня достаточно маленькие, не выросли. Но мне понравилось то, что она заполняет также и морщинки, которые, к сожалению, уже на лице появились. А также эффект мягкого фокуса, согласитесь, звучит очень заманчиво. Ну и ильев кожей разглазить почему бы нет. К тому же там есть еще две базы под макияж. То есть Luxe Visage нас порадовали тремя базами. Но вторая, она нивелирует покоснение. Тоже мне не нужна. И третья там тоже вот какой-то был эффект. Не помню. А, матирует. Наглухом матирует. Тоже мне не нужно. В общем, и эта-то может быть не так уж нужна. Но хотелось попробовать. А эта все-таки наиболее подходящая. И она прозрачная почти. Чуть-чуть мутная. Гелевая. Мне нравится, что она сейчас почти не липкая. Не жирная. Ничего такого. Как будто бы сразу впиталась. Наносится тоже довольно легко. И вот быстро она работает. Мне нравится. Не нужно там ждать полчаса, сидеть. Ну, потому что утром, например, это очень неудобно. А здесь, в принципе, вот уже сейчас лицо приятное на ощупь. Но оно и было-то нормально. Я же в уход наносила. Можно наносить уже и тональную по ощущениям. А, что мне еще, кстати, в ней зацепило. Написано, что она продлевает стойкость макияжа. Skin Evolution Foundation. Крем тональной. У меня тон 10 light. Самый светлый, кстати. Насколько я поняла. Натуральный матовый финиш. Выравнивающий эффект тоже. Вот посмотрим вместе с базой, будет ли выравнивающий эффект. Почему я взяла матовый тональный крем? Для тех, кто не знает, скажу, что у меня кожа все-таки сухая. Потому что я читала в инстаграме, как Люкс Визаж утверждает, что этот матовый крем подходит для всех типов кожи. И для сухой в том числе. Поэтому я решила довериться родному белорусскому производителю. Что мне еще не то, что позабавило. Ну, в общем, они выпустили достаточно много тонов. Много для нашего белорусского рынка. Это, естественно, не Fenty Beauty с ее 50 оттенками разных цветов. Нет. Тут было всего 6, по-моему, оттенков. Но там был такой, знаете, более холодный, там более розовый, более желтый. То есть, вроде как градация была такая довольно интересная, опять же, для нашего белорусского рынка тональных основ. Но когда я пришла в магазин, я поняла, что это единственный тон светлый, который достаточно будет светлым для меня. И то не факт. Мне нечего было выбрать. Все остальные были очень темные для меня. Так что попытки, конечно, хорошие. Но еще бы вспомнить про то, что у нас и бледных людей много в республике. Да и не только в странах СНГ. Ну, потому что солнышко у нас активного не то, чтобы много. Сейчас мы еще все, многие, вернее, защищаемся SPF, который тоже препятствует загару. Вот. А некоторые из нас вообще затворники, которые из зона почти не выходят. Ну, в общем. Какая-то дискриминация. Тем временем я была наносить тон спонжем. Это для меня наиболее оптимальный вариант. То есть, большая вероятность, что тон будет выглядеть хороша. Но распределяется неплохо. Не фиксируется намертво так сразу. Все-таки, учитывая, что он матовый, я этого боялась. По цвету вроде подошел. Да, хорош. Степень покрытия... Такая. Такая. Очень информативная. Ну, я хотела сказать средняя. Наверное, да. Можно и так сказать. Я, например, люблю такую степень покрытия, когда с первого слоя выровнен уже тон кожи. Уже не нужно там что-то наслаивать где-то, добавлять. Вот это я не очень люблю, если честно. В то же время, я не скажу, что он выглядит маской. Более того, он практически незаметен на лице. Пока не... и пока что. Ну, пусть усядется. Может быть, что-то поменяется. Пока мне нравится. Идем дальше. А дальше у нас брови. Я очень хочу заняться бровями. Очень-очень-очень. И здесь мне поможет браумейкер от бренда Vivienne Sabo. Новая у них какая-то линейка. Вот такая солнечная, прикольная. Но я пока решила взять только маркер. К тому же, эта линейка за счет своей новизны, либо за счет вообще какого-то ценообразования. Ну, достаточно недешевая. Даже по сравнению с другими продуктами бренда. К тому у нас будет маркер в оценке 0,2. Это у нас кисточка? Да, кисточка. Знаете, честно, я открою вам секрет. Я вообще ни разу еще не пользовалась маркерами для бровей. То есть, ни фломастерами, ни маркерами. Не было у меня такого опыта. Но все нужно когда-то делать в первый раз. Я уже зачесала брови бесцветным гелем от Luxe Visage. Очень странное ощущение. Но с ним вот реально нарисовать волоски. Это, наверное, первый продукт, с которым... Нет, ну еще можно помадкой, но там сложнее. И все равно иногда уходишь в заполнение. А вот здесь вот прям можно рисовать волоски. Это так забавно. Да-да, новый опыт. 2021 год. Я первый раз использую фломастеры для бровей. Для бровей. Ой, но я что-то переборщила. И теперь моя бровь выглядит очень уж большой. Странное ощущение, конечно. Я задумалась, я переборщила. Добавлю немножко здесь. Можно его подстереть немного. Но он все-таки довольно стойкий. Потому что вот я сейчас так делаю, а он остается. Кстати, объем у этого средства всего 0,7 мл. Мне кажется, это очень мало. Или это нормально для фломастеров и маркеров для бровей. Не знаю. Но 0,7 как-то звучит грустно. Ну, брови, конечно, такие мощные получились. Брови сильного человека. Но мне на самом деле понравилось. И с аватем. То есть он классно отдает цвет. Нету никаких проплешин. Пока он свежий, конечно же. Потом эта кисточка удачно очень манирует. Плюс у нее тонкий кончик, не распушенный. В итоге им действительно можно рисовать волоски. И я добавила немножко скульптора. А значит, можно тестировать новинку. Румяна от бренда HIN. О, это польский бренд. Это запеченная румяна. И я о них узнала давно уже. Может быть, года полтора назад. Я посмотрела одного из блогеров. Или Олю Глосс. Или Иину Бьюти Бенефит. Я не помню точно. Кто-то из них вот говорил, что это копеечные просто румяна. Которые вообще, кстати, не открываются. На самом деле я очень боюсь сломать себе ногти. Поэтому я возьму ножницы маникюрные. О, подделом. В общем, защита, конечно, неплохая на них стоит. Так вот, возвращаясь к румяным. В общем, блогер говорила, что они копеечные. И в то же время они очень классные. Вот уже не помню подробностей. Потому что, как я уже сказала, дело было давненько. Там года два назад, может. И я тогда очень ими загорелась. Но в продаже их у нас тогда нигде не было. И вот сейчас прошло время. И бренд HIN добрался до Wild Base. Ну, может быть, он уже давно добрался. Я не замечала. В общем, сейчас настанет эпический момент. Так, давайте их сначала посвотчим. Так, ну вот. Я сделала свотч на голой коже. И я поняла, что эти румяна, во-первых, очень подсвечивающие. То есть, это их определение. Подсвечивающие румяна. Потому что цвета у них, как видите, практически нет. И у них есть прям такое свечение, чуть ли не как у хайлайтера. И отдельные даже блесточки видны. Маленькие такие, маленькие искрящиеся блесточки. И да, вот хайлайтер тут мне уже, кажется, можно не наносить. Все очень подсвечено. Но как такового цвета я вообще не вижу. Поры, я не знаю. То есть, у нас база была засирочная для пор. Но они все равно видны там, где на них попадает свет. По идее же, она должна была их как-то совсем заполнить. Разве нет? Непонятно. Но, с другой стороны, я хочу сказать, мне нравится, что эта база не на силиконах. Потому что у меня была засирочная база на силиконах. Такая недорогая, отбелитая, как-то давно-давно. Ну, она очень какая-то неприятная. Даже тактильная. И вот мажешь ее на себя как-то. А здесь нанеслась очень круто. Ладно. Я добавлю еще немножко румяна, в принципе. А вдруг цвет проявится? Ну, есть только немножко. Вот видите, так видно немножко. Да, вот с этой стороны пятнышко есть некого цвета. В общем, когда мне захочется создать эффект румян без румян и хайлайтера без хайлайтера, то я буду использовать эти румяна. Они имеют место быть, но они очень своеобразно выглядят. И не всем, я думаю, зайдет такой эффект. Учитывая то, что я говорила, что у них есть отдельные блесточки, и если очень хорошо присмотреться, то их можно заметить. Но меня это не коробит, потому что они не настолько какие-то вот заметные, чтобы там, ну, паниковать из-за этого. Нужно заняться глазами. И здесь, вот сейчас, я думаю, будет интересно, потому что ко мне вчера пришла палетка от Beauty Glazed. Да, Beauty Glazed бренд, которому я как-то посвящала одно такое видео спорное. Можете его посмотреть. Тогда я говорила, что я не буду пользоваться этими тенями, потому что опасаюсь немножко. Но с тех пор страсти улеглись, а я перестилась недорогой ценой и интересной цветовой раскладкой. Плюс я всегда говорила, что качество теней бренда Beauty Glazed мне нравится. Вот. Это такая разноцветная красота в маленьких эфилах. Напоминает палетки от бренда BH Cosmetics относительно недавние. Да, как я и боялась, самые крутые, яркие цвета в интернете оказались глиттеры, которые, наверное, будут хорошо лепиться. Серьезно? Да, они прилипли к пальцам, и они уже не сводчатся. Они действительно хорошо лепятся, только не туда, куда нужно. Это, конечно, смешно. Это прикол. Но я так вижу, что, может быть, их кистью нужно наносить и наслаивать, потому что пальцем, как мы только что выяснили, лучше не лезть. Хотя, вот, конечно, выглядит все это красиво, ничего не скажу. Особенно вот этот голографический такой доохромный палец мне очень нравится. Если бы носили на пальце косметику, я была бы сейчас очень довольна. А пока я, наверное, возьму салфетки и уберу это все. Давайте посвочим шиммеры, потому что шиммеры, как по мне, всегда были слабым местом Beauty Glaze. Если матовые у них довольно-таки классные, то вот шиммеры всегда как-то такая... Тут есть даже название. Rosewood. Розовое дерево. Почему оно зеленое? Или я что-то не понимаю? Так, я набрала Rosewood. Ocean. Вот такой вот. Вот этот красивый выглядит. Rust. Тоже его возьмем в компанию. Ну, у меня есть еще мизинец. И на мизинец давайте наберем Pearl. Ну, неплохо. Сам по себе вот этот оттенок очень красив. Rust он, по-моему, называется. У него прикольный цвет. Какой-то такой интересный, в общем. Вот я бы сказала, что вот это розовое дерево. Если уж на то пошло. Быстренько давайте посвочим оставшиеся шиммеры. Ну, этот меня не впечатляет. Он грязноват. Какой-то уж слишком грязный. Может быть для каких-то темных смоки, разве что. Мне нравится очень, как смотрится вот этот оттенок. Он похож на оттенок под названием Rust. А не похожий, но Rust более красноватый. Золотистый тоже не впечатлил. Какой-то совсем слабый, полупрозрачный. Терпение, дорогие мои терпения. Сейчас мы начнем красить глаза. Но мы начнем это делать новыми кистями. Да, это кисти от бренда Chickhoda. И на самом деле я их уже доставала, потому что мне нужно было их помыть после путешествия. То есть вот так они приходят. Вот в таком кейсе забавном. Кстати, я его оставлю для путешествий. Наконец-то мне будет куда хватить кисти. Потому что у меня всегда были с этим проблемы. И там кисть была сначала завернута в собственную оболочку. Я просто все это уже сняла. И в итоге они у меня вот такие. Ой-ой-ой-ой, как мы распушились. Вообще они все как-то выглядят, ну честно, непрезентабельно. Хотя я все их обработала кондиционером после того, как помыла. То есть я понимаю, когда так делают мои абсолютно недорогие кисти от ОВВ. То есть я им это прощаю. Ну, потому что там, знаете, такая цена, что уже не смотришь на это. Но здесь все-таки я за вас заплатила. Не так уж и мало. Ну-ка, блин, перестаньте так делать. Чуть-чуть пахнут какой-то животинкой. Но не сильно. Вот когда мыла их, я один раз занюхнула. И я думала, я там прям в ванне упаду. Потому что аромат был такой. Едреный какой-то животный аромат. Такой мускус-мускус. Сейчас он, конечно, исчез. Все-таки, когда намокает шерсть, она сильнее пахнет. Ну и ворс тоже. Ну, в общем, возвращаясь к тому, что они все как-то очень сильно распушились. И с них немножко ворс полез. Не знаю. В общем, посмотрим, что будет дальше. Пока что начну ими краситься. И я смотрю, вот среди всех этих 25 оттенков нет ни одного телесного, чтобы просто заматировать все веко. Нету. Хочу сделать что-то с голубыми. Единственное, что нужно было не консилера наносить, а белую подложку, конечно же. Но уже ладно. Поздно. Ну, как всегда. Подумать сначала, потом делать. О, нет. Зачем? Тогда я сначала, наверное, наберу зеленый. Да, я знаю, я совсем нелогично. Но я хочу синюю вводить, зеленую. Вот так вот. Поэтому я набрала зеленый оттенок, который называется блажь. То есть румянец. Мы про гамору сейчас говорим? Или что? И начну им выстраивать форму. Неплохо. Кисть очень мягкая. Мне непривычно работать с настолько мягкой кистью. Ну, а цвет, естественно, требует под собой все-таки белую подложку. Тогда он был бы совсем яркий и сочный. Насчет этих кистей. Это смешанный ворс, по-моему. Если я не ошибаюсь, это ворс пони и ворс белки вместе. Следом мне нравится оттенок вот этот. Голубой. Блю Бэйби. Я поменяла кисть. Уже на такой крупненький бочонок набрала наш Блю Бэйби. Стряхиваю его. Очень такой нежный, мягкий пастельный переход получился. Мне нравится. Здесь так много интересных синих цветов. Я очень, на самом деле, люблю вот такой цвет. Поэтому я, наверное, его возьму. Он называется Нэви. Мне стало интересно. Я перевела слово Нэви. Я его не знала. Это морское ведомство. Вот с Нэви какой-то затык. Он не хочет переноситься. Я уже несколько раз его наслаиваю. Но я его практически не вижу. Вот только здесь, в уголке. И давайте предположим, что дело в кисти. Поэтому я попробую взять другую кисть. Нет. Дело в цвете. Он слабоват просто сам по себе. Да, вы видите, как он сводчится как-то. Ну хорошо, хорошо. Значит, военно-морское ведомство себя не оправдало. Давайте возьмем вот этот тогда цвет. Эмералд. Получше немножко. Но тоже не сказать, что прям супер. Дайте я посвочу Эмералд. Хотя он сводчится лучше. Однозначно, чем Нэви. Такое было бодрое начало. И что-то так сейчас все сдулось. Не знаю. Как-то я расстроена немножко. Ну вот так более-менее я его наслоила. Это мне стоило, конечно, усилий. Я уже не стряхивала пигмент. И просто вот так очень впечатывала. Ну и вот он начал красить. Тут есть еще один темно-синий пикок. Попробую еще его взять. Если нет, то нет. Спасибо тебе, пикок. Пикок это павлин. Там, где морское ведомство, бессильно павлины могут. Ну, кстати, не знаю. Когда я начинаю вот кистью не наслаивать вот так, а вот так размакивать, вроде как и пигмент пробуждается. Может, я все это время как-то неправильно работала с этими тенями. То есть, может, они требуют именно растирания пигмента. Ой, так загадочно все, непонятно. Я возьму желтый и вот этот шивер. И этим всем еще. Сейчас как пройдусь под бровью. Ух, будет весело. Осталось на плоско-пушистую кисть набрать наш Ростбуд. Наслаивать приходится долго и упорно, но в то же время все получается в итоге. Но эта кисть мне нравится. Мне кажется, она очень хорошо захватывает пигмент. И очень мягкая. Ей удобно его переносить на кожу век. Но все же, несмотря на всю пухвалу кистей, шиммер мне не очень нравится на веке. Он выглядит очень сухо. Я попробую наслоить его пальцем. Ну, такое, знаете. На втором глазу я высветлила века. Первый испытуем у Неви, который себя плохо повел на том глазу. Но здесь на белой, не закрепленной подложке она не совсем липкая. Она самофиксируемая. Но тут она смешалась еще, наверное, с консилером. В общем, это что-то среднее. Он ведет себя лучше. По крайней мере, он виден. И вот одним Неви я уже, можно сказать, и добилась, наконец-то, того самого затемнения, которого я так жаждала. Кстати, насчет колкости. Все кисти мягкие, кроме вот этой малышки. Малышка жесткая довольно-таки. Не знаю, может, это сделано специально, чтобы удобнее было прорабатывать нижнее веко. Но она чувствительна. То есть, она чувствительно его колет. Хотя я обычно не обращаю внимания на такие штуки. Но раз уж мы говорим про мягкость, вот здесь мягкости явно не хватает. Давайте переходить к следующим новинкам. И это у нас основа под тушь и, собственно, тушь. Основа под тушь от бренда Luxe Visage. Сыворотка. Вообще, это сыворотка. Сыворотка для ясниц и бровей. Активатор роста. Объемная основа под тушь. Два в одном. Ну, чтобы она активировала роста ясниц, конечно, нужно наносить ее каждый день. Курсом. Давайте, наверное, нанесем ее на один глаз. Выберу, ну, скажем, левый глаз. Она довольно-таки жидкая, поэтому она не ощущается на ясницах. То есть она вот как-то... Ну, то есть я нанесла ее, но я не заметила бы этого, скажем так, если бы не знала этого. Тушь от бренда Vivienne Sabo. Femme Fatale. False Lush. Эффект. Эффект накладных ясниц. Правее им уже была такая недавно тушь у нас от Belita Red Queen. Там тоже было с эффектом накладных ясниц. Но эффект был достаточно спорным. Кисть здесь из ворса, но она своеобразная. То есть не такая пушистая, как обычной кисти из ворса. Наношу тушь там, где уже была объемная основа под тушь. И вот сразу мне кажется, что эта щеточка заточена на то, чтобы хорошенько яснички разделять. Нанесла я тушь на оба глаза. Напоминаю, что здесь была еще основа под тушь, а здесь ее не было. И разница между глазами не то чтобы слишком сильно выражена. То есть объем, ну может быть здесь, где была основа под тушь, как бы яснички стали немножко толще. Может быть да. Но стоит ли это того, чтобы заморачиваться еще лишним тюбиком в арсенале и покупать его? Ну не знаю. Я бы не стала, честно, второй раз. Нет, если только она, конечно, мне вырастет ясницы, я постараюсь пройти курс. Постараюсь себе напоминалки ставить, потому что я могу и забывать. И пройду курс. Может быть она в этом плане тебя хорошо покажет. Но касаемо косметического эффекта, ну как я уже сказала, он может и есть. Я покажу вам в макро, сами посмотрите. Но не настолько хорошо выражен, чтобы стоило ради этого как-то еще там какие-то манипуляции проводить. Ну мне так кажется. Что же касается туши. Очень у меня спокойное впечатление по поводу этой туши. Я бы сказала, что она больше работает на длину и на разделение. Объема я не увидела. Тут мне она показалась уже без основы какой-то суховатой даже. Несмотря на то, что я первый раз ее открыла. Как будто бы чуть-чуть с комочками наносилось, но правда потом я их убрала. Вроде неплохо, но прыгать здесь и плясать от восторга тоже я не хочу. Посмотрим, что будет дальше. И последний на сегодня новенький продукт это помада. Помада от бренда Flormar. Ну вообще я вот сейчас включила. Я думала, на какой слог ставить удоение. Девушка-турчанка произносила как Florma. Florma. Ну то есть как бы удоение на первый слог вроде как. Если вы точно уверены, что на второй, напишите мне в комментариях. И наша помада, она обладает, кстати, красивый дизайн. Вот подождите, я закрою обратно. Посмотрите, ну мне нравится. Он такой довольно-таки стильный. И сам по себе флакон приятный, увесистый. Его приятный жест в руках. Она, кстати, под свет моей кофты, мне кажется. Слушайте, я не специально так подбирала. Ну интересный цвет. Но он насыщенный. Я думала, она будет чуть посветлее, честно говоря. Даже не знаю, как его активизовать этот цвет. У меня часто проблемы с этим. Хочется точно как-то попасть. Но это не совсем бордовый. Я бы сказала, что бордовый цвет должен быть чуть теплее. Но в общем и целом, да, что-то бордовое. Аппликатор широкий. И он какой-то ворсистый. У меня еще надо было, конечно, бальзам на губы нанести. Я забыла. И в итоге они у меня такие немножко посеверные. И он такой прям, изжидающий звук был такой. Неприятно. Ну да, немножко плешиво она нанеслась. Но сам по себе цвет интересный. Конечно, макияж глаз к этой помаде абсолютно не подходит. Тут ли одно или другое. Знаете, или трусы наденьте, или крестик снимите. Но вместе с этим я уже оставлю так. Просто потому, что у нас формат первых впечатлений. Помада, кстати, быстро стала матовой. Вот она сейчас уже не блестит. Пока что по ощущениям немножко еще липковата. Но если просто говорить, то не ощущается эта липкость. Это если только специально прижимать губы. Тогда да, тогда липкая. Цвет, может быть, можно назвать еще и марсала. Правда? Так, мы закончили за тест. Честно, я немножко уставшая. Потому что мне еще пришлось сделать перерыв. И в итоге я это видео записываю уже часа три. Ну, вместе с перерывом, правда. Но тем не менее. Я хотела сказать, что выходит, что тональную основу я нанесла примерно три часа назад. Поэтому, хоть я вам еще в конце дня, пока не менее, сниму. И там напишу или скажу, что с ней получилось в итоге. Там часов через семь-восемь. Но вот даже сейчас можно посмотреть. Я уже глянула. Я уже поняла, что, во-первых, она у нас заявлена как матовая. Хоть там и написано, конечно, что это мягкий матовый, натуральный матовый финиш. Но она блестит. Что тут ходить вокруг да около. Она нормально так блестит. Вот подбородок у меня особенно вообще. Пока не с этой базой. Матового финиша здесь я пока не наблюдаю через три часа. Следом, что касаемо того, забился ли крем. О, кстати, тени. Тени осыпались мне в носогубку зашимить. Ну вот, я немножко себе тут уже пятно красное поставила. Эх. Ну, хочется сказать, что тон не забился пока, например, не в мою носогубную морщину. Где в последнем время я замечаю прям такие полосочки от тона. То есть он туда забивается. Ну, насчет пор непонятно. Но особо крупные поры, которые у меня вот здесь немножко приставлены, они ничего не сглажены. Они все равно заметны. Может, не так сильно, как они были бы заметны. Но, с другой стороны, у меня и хайлайтер здесь не такой яркий. Поэтому особо волшебства, мне кажется, ждать тоже не стоит. Но то, что все-таки основа что-то делает, мне кажется, это так. То есть, по крайней мере, и тон, и часа вот сейчас лежит довольно красиво на коже. Пойдем следом. Румяна. Вы знаете, значит, румян. Я тут посмотрела на себя без яркого освещения. Вообще, эти румяна напомнили мне румян от бренда Physicians Formula в оттенке Plum Rose. Только это Plum Rose, в который хорошенько так насыпали сияние. Как нетипичный вариант, который вроде действительно моделирует скулы, но не добавляет румянца в классическом понимании, этот вариант мне нравится. Это что-то новенькое для моей коллекции. Это не дубль и не повтор того, что у меня уже есть. И для определенного настроения, я считаю, что такая штука очень даже мне не помешает. Поэтому в итоге я осталась довольна, хотя, честно признаюсь, это не то, чего я ожидала. Думала, все-таки будет что-то более стандартное и румянистое. Кстати, это оттенок 274, Baked Rouge. Baked Rouge, это не название оттенка, это название вообще самих этих румян. И, кстати, если я не сказала что-то об оттенке, о номере, или просто не назвала полное название продукта, все будет в инфобоксе. Заглядывайте. А мы двигаемся дальше, и дальше у нас на очереди маркер для бровей от бренда Vivienne Sabo. В целом, он оставил у меня положительное впечатление. Он хорошо отдает цвет, у него тонкая кисточка, ей приятно рисовать, она не пушится. В общем, отлично, цвет мне тоже подошел к моим бровям. Это холодный, каищневый, я бы сказала. Кисти для глаз. Так, ну меня до сих пор коробит просто смотреть на то, как этот несчастный веник растопыился. Конечно, вот скажите, это нормально, что такие, ну, относительно недешевые кисти? Ладно, они, может, дешевые, если сравниваясь там с Хакухо... С Хакухо. Если с этим брендом сравнивать, то да, они, естественно, дешевые, но по меркам Алиэкспресса они не такие уж и дешевые. Это нормально, что они вот так вот просто все распушились? Не знаю. Но работа с ними была довольно-таки приятна. Особенно я оценила пока что вот эту кисть, этот веник божественно тушует тени и уводит их в дымку. Это просто рай, это оргазм для того, кто любит тени. Уж саян за такие сравнения, говорю, на эмоциях. Мне понравилась плоско-пушистая кисть, потому что она, опять же, податливая и мягкая. То есть она вот классно делает такой изгиб. Ой, в общем, классно. С насчет большого бочонка я не совсем поняла его, если честно, пока что. Надо пробовать дальше. Маленькая кисть самая жесткая из всех, поэтому... Ну, маленькая кисть и маленькая кисть. Такие маленькие кисти у меня уже есть, и поэтому она меня тоже не удивила. В общем, из всех кистей мне понравились вот эти две малышки. Ну, а эти не то чтобы прям не понравились, но мне нужно еще как-то их понять или убедиться, что ничего в них нет особенного. Палетка. Палетка, палетка. Сколько еще раз я скажу слово палетка, чтобы выгодить себе именно подумать? Ну, однозначно скажу, что шиммеры меня совсем здесь не впечатлили. Уж очень сухие. Вот, они и красивые, они вроде красиво сводчатся, у них даже цвета есть и какой-то перелив, но я им уже избалована, что там их оттаить. И мне от этого как-то вот, ну, как-то грустно видеть эти такие тусклые, безжизненные шиммеры. Не, не совсем они меня как-то... Ну, по крайней мере, те, которые я пробовала, потому что у нас здесь еще есть теплая гамма, не тронутая. Может быть, там будет дело повеселее, кто знает. Может, я найду хотя бы парочку классных шиммеров в этой палетке. Что же касается матовых, ну, вы все видели сами. Сначала они меня расстроили, особенно темные цвета, а потом как-то стало все нормально. Но вообще, на самом деле, я вот посмотрела, опять же, без яркого света на этот глаз, который как бы худший для меня. Он довольно-таки насыщенный вышел в итоге. То есть, ну, по крайней мере, и на белой подложке в любом случае работать было бы стоее. Все-таки на белой подложке больше видны переходы цвета. Поэтому белая подложка рулит, вот что я хочу сказать. Ну, в плане матовых, нормальные матовые, уже мне показалось, нету той забоистости просто пигмента, бьюти-глейзер, который ты иногда не знаешь, куда деваться. Но в то же время, те они рабочие, чистые, красивые цвета, хорошо тушуются между собой. Поэтому, в целом, неплохо, надо тестировать дальше. Но, опять же, если я говорю, что нет такого забоистостого пигмента, это не значит, что они слабо пигментированные. Они нормальные. Ну, вы сами видели. Все. Идем дальше. Дальше у нас основа под тушь. Как я уже сказала, не буду повторяться, я ее пока не поняла. Особо она мне погода не сделала. Сама тушь. Подкручивание, разделение. Наверное, вот эти главные качества я могу выделить в этой туши. Осутствие склеивания из низ. Конец рассказа. Идем дальше. А дальше помада. Осталась только помада. И она вот сейчас уже не липкая совсем. Я вот с вами болтаю. И я же записываю не с первого дубля некоторые моменты. Поэтому она успела уже окончательно высохнуть. Я так бы сказала, что минут 10 ей нужно на то, чтобы хорошенько схватиться. О, и кстати, она высохла и стала смотреться равномерно. Чудеса. Если она мне адски не высушит губы, и если я не замечу за ней каких-то там больших агрехов, то я бы повторила покупку в другом цвете. Потому что вообще в целом, не считая странного аппликатора, помада мне пока что нравится. Так, ну все. Все продукты мы с вами обговорили. Да, сейчас надо дождаться включения поздно-поздно вечером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. Пальчики вверх, подписка, комментарии. Я буду рада любой активности на этом канале. Спасибо за то, что вы ее проявляете. Ну а я в свою очередь желаю вам замечательного настроения. И обещаю, что скоро мы увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok